Шумно и небезопасно. Пивные бары и магазины только за эту неделю не раз тревожили жителей края. В Бийске у кафе произошел конфликт, после чего мужчина дважды ударил другого в голову, последний скончался на месте. К счастью, чаще происшествия рядом с пивной точкой к жертвам не приводят, но раздражение вызывают. Люди жалуются в основном на две вещи. Это шум в ночное время, от музыки или от самих раскураженных посетителей в баре и на улице и на мусор, который оставляют после себя опять же посетители после магазина или во дворе жилого дома. В Барнауле несколько многоэтажек не спали из-за подвыпивших любителей музыки. А с такой картиной у дома проснулись сегодня на Паловском тракте. Лужи крови и брошенный в них окурок. Терпение людей заканчивается. В Краевом парламенте, говорят, жалобы приходят регулярно. Депутаты оформляют их в законодательные инициативы и отправляют в Москву. И таких предложений федеральный центр принимает с разных концов страны по нескольку за квартал. Этим летом «Единая Россия» выступила за закрытие в жилых домах, кафе и ресторанов, где продают алкоголь. Оставить лишь там, где не будут против сами жильцы. Наделить их таким правом предложили новые люди, внеся проект в Госдуму на этой неделе. Жители, в принципе, хотели бы иметь больше возможностей влиять на какие-то процессы, связанные с местом, где они живут. Судя по сервису Дубльгеса, в Барнауле почти 800 точек, связанных с розливом пива. Большинство из них в многоэтажных домах. Если законопроект примут, озлобленные работой пятийных заведений люди могут проредить рынок. На это давят критики идеи. Есть инициативы другие о том, чтобы вообще это запретить. На наш взгляд, это значительно сильнее бьет по бизнесу полный запрет, чем возможность людям договариваться и выбирать, на каких условиях по времени будут работать. Соответственно, может быть, на условиях вклада предпринимателя в благоустройство территории, которая прилегает к его площадке. В Краевом Заксобрании считают, что наделение жильцов правом разрешать или запрещать продажу алкоголя в доме сложно реализовать. Но в целом уверены, что в этот раз законотворческие инициативы от разных регионов и партий могут достигнуть цели. Однако, по мнению председателя профильного комитета КЗС Владимира Семенова, верным было бы решение передать полномочия по регулированию пятийных заведений властям субъектов, чтобы на месте определять, какие критерии ввести. О чем можно говорить? Можно говорить о наличии, например, хорошей барстойки. Можно говорить о наличии кухни. Потому что наша задача накормить, а не напоить. Да? Ну такая большая. Можно говорить о наличии, например, гардероба. Можно говорить о количестве посадочных мест. То есть можно поработать с критериями для того, чтобы убрать именно псевдобары. Набор тех или иных критериев может поднять качество самих пятийных заведений и вытеснить полулегалов. Случится ли это, будет понятно к осени. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.